Друзья мои, хочу рассказать вам одну смешную историю, прежде чем буду проповедовать и говорить дальше. Интересная, мне она понравилась. Я услышал ее, и как однажды один человек, он молился, мужчина, он молился, и Господь пришел ему и сказал, ты можешь просто сказать какое-то одно желание, я его прямо сейчас исполню. И он задумался и говорит, ну, Господи, живем мы в Сибири, холодно так, нам бы, говорит, вот такую прямую дорогу до Таиланда на машине, чтобы мы могли прямо ездить, отдыхать, вот так, все. Такая пауза, Господь говорит, ну, проблем-то с этим нет, ну, говорит, просто понимаешь, много людей живет, говорит, это жизни перестраивает. Все это, может быть, говорит, есть еще что-то. Говорит, Господи, ну, говорит, вот уже много лет живу со своей женой, мне бы как-то бы понимать ее, говорит. Ну, говорит, все вот о чем она думает, говорит, еще говорить, мне бы как-то понимать ее. Господь говорит, хорошо, давай, говорит, ну, бам, автобам построил, говорит. Есть разные истории, разные ситуации, мне просто она понравилась, на самом деле, ну, жизненная, очень часто у людей как бы возникают какие-то непонимания в семьях, еще что-то, но Бог дает нам возможность понимать друг друга, не всегда ты будешь понимать заранее, да, как тоже в одном, в одном таком журнале прочитал, говорит, как только ученые узнали, чего хочет женщина, она тут же передумала. То есть, как бы это тоже такой, это смешной такой момент, мы можем смеяться, мы можем общаться, мы все разные и слава Господу за это, аминь, скажи слава Господу, представь, если бы мы все с тобой были одинаковые, ну, что в этом хорошего, но мы разные, и это здорово. И, друзья мои, в преддверии сегодня этого замечательного дня Пасхи Господней, когда весь мир, мы празднуем, воскресенье Господне, мы будем праздновать вместе, я сегодня хочу проповедовать, я сегодня хочу говорить об одном аспекте таком. И для начала я хочу прочитать это Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих, это Нагорная проповедь, о чем проповедовал и говорил Иисус, сам наш Господь. И он говорит здесь такие слова, 13 стих, он говорит, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И сегодня я хочу, чтобы это было таким основанием, чтобы это было началом этого послания, это будет также центральной вестью, о чем мы будем говорить сегодня. И друзья, я бы хотел немножечко, чтобы мы с вами поразмышляли на эту тему. Посмотрите, Иисус, Он делает такое выражение, вы же понимаете, ну, мы же все понимаем, что все то, о чем говорил Иисус, это не просто, ну, какое-то сравнение ни к чему не обязывающее. Никто ж так не думает. Мы все понимаем, что все, что говорил Иисус, все то, о чем говорит Писание, это важно. Да или нет? О, слава Господу, слава Господу. Я понимаю, что все серьезно настроены на послание, слава Господу. Но, тем не менее, посмотрите, Он говорит, вы соль земли. Повернись своему соседу, скажи, привет, соленый. Он говорит, вы соль земли. Посмотрите, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Кто-то из вас представляет соль другую вообще? Соль не соленую. Ну, вот если соль не соленая, то это, ну, я не знаю, может быть, известь. Может быть, еще какой-то другой порошок. Ну, понимаешь, соль, мы ее представляем, она соленая. Она везде работает. Соль, куда ее ни помести, она везде работает. Аминь. Положи ее в суп. Она сделала суп соленую. Положи ее в кашку. Она добавила вкус. Посыпь ее на дорогу. Она разложила лед. Разъела ботиночки немножечко. Разъела машину. Она везде работает. Да или нет? Друзья мои, Иисус говорит, выговорит соль земли. Он не видит нас, он не рассматривает нас в другом качестве. Он говорит, выговорит соль. Понимаешь? И нету смысла терять вкус у этой соли. Нету смысла терять силу у этой соли. Почему? Потому что она тогда бессмысленна. Смысл нашего христианства, он пропадает, если мы не соль. Если мы не являемся таковой. Если там, где мы находимся, мы не работаем, как соль. Аминь. Иногда, как мы уже говорили с вами, посыпал на лед, она разложила лед. Но с другой стороны, посолил огурчики, они наоборот сохранились. Аминь. Посолил какую-то рыбку, сало. Ну, для любителей сала. Вот-вот уже есть любители. Думают, вдруг сало раздавать будут сразу, подниму руку. На всякий случай. Я не знаю, я этот, когда в подростком рос, у меня отец разводил свиней. И это сало и свинина была в любых видах, поэтому я его до сих пор не ем. И сушеное, и соленое. Ничего, говорит, отдавайте мне, говорит, отдавайте мне. Понимаешь? Ну, посмотрите, друзья мои, о чем он говорит? Он говорит, вы, говорит, соль земли. Вы соль земли, понимаешь? То есть, так интересно, мы живем с вами в этой жизни, мы проходим эту жизнь. И он говорит, мы являемся солью. То есть, не то, что мы создаем себе некий уютный мир, в котором мы находимся. Мы создали, так сказать, себе уютную атмосферу дома, в семье, еще где-то на работе и все. Нет, но он говорит, вы соль. Везде, где вы есть, вы являетесь солью. Другая сторона, о чем он говорит? Он говорит следующую стиху, он начинает. Вы свет мира. Скажи, ты свет. Повернись своему соседу. Скажи, ты свет. Он говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Друзья мои, драгоценные братья и сестры. Иисус. И я проповедую об этом в преддверии Пасхи. Иисус оставил все. Он пришел в этот мир ради каждого из нас. Он умер на кресте для того, чтобы мы с тобой не пропали. Для того, чтобы сделать нас солеными. Для того, чтобы мы несли этот вкус Божий. Для того, чтобы мы несли распространение Евангелия там, где мы есть. Для того, чтобы мы не замыкались в какую-то некую оградку в своей жизни. Но чтобы наоборот. Понимаешь, Бог, Он хочет, чтобы наша жизнь в каждом аспекте, она была полноценна. Чтобы мы не были ограничены какими-то рамками. Какими-то обстоятельствами в нашей жизни. И он здесь говорит, вы свет мира. Что такое свет? Свет. Альберт Эйнштейн еще в детском возрасте прославился тем, что Он когда-то сказал, тьмы не существует. Где есть тьма, это просто недостаточное количество света. Это просто недостаток света. Понимаешь? Он сказал, что есть тьма. Есть свет, и тьма уходит. Ее нет, она проходит, она пропадает. Понимаешь? И Он говорит, вы, свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу... Видишь? Зажегши свечу, мы ее не поставили под стол. Но мы ее поставили на стол. Для того, чтобы мы могли видеть, что она горит. Иначе какой бы смысл был в ней, в этой свече? Что она горит. Понимаешь? Мы ее поставили для того, чтобы она горела. Чтобы мы видели. Чтобы в данный момент, не чтобы она освещала здесь. Но чтобы мы так же могли смотреть, чтобы она так же могла радовать глаз. Чтобы она так же могла привлекать внимание наше к этому святому причастию, которое мы сегодня будем принимать. Посмотрите, друзья мои. Евангелие от Матфея. Дальше. Следующее местописание. Иисус говорит интересные такие слова. Он говорит... Он здесь рассказывает притчу о семени. И рассказывает притчу о женщине. Еще одной. 33 стих. 13 главы. Евангелие от Матфея. Иную притчу сказал Он им. Царство небесное подобно закваске. Которую женщина, взяв, положила в три меры муки. Доколи не вскисла. Все. Доколи не вскисла. Все. То есть, понимаешь, если мы с вами внимательно будем изучать Новый Завет, если мы внимательно будем изучать Писание, то Библия нигде, ни в одном месте не говорит о том, что мы должны закрыться в своем маленьком уютном домике, маленьком уютном дворике, маленьком уютном миру, который мы создали лично для себя. Но Библия говорит, наоборот, обо всем выходящим за пределы. Аминь. Мы на этой неделе, мы на прошлой неделе ходили с некоторыми ребятами, раздавали пригласительные. Просто я пошел с ребятами в городе, в метро раздавать пригласительные. На этой неделе нас вообще собралось уже молодежь, и не только молодежь, просто спонтанно в офисе, около 30 человек. Мы пошли и раздавали. Раздавали пригласительные на Пасху, раздавали Евангелие. Мы раздавали для того, чтобы у людей была возможность прикоснуться со Христом. И один человек сказал, а разве, говорит, не лучше просто верить внутри? Ну, знаешь, так интересно, я нигде не вижу в Писании, где Иисус призывал верить внутри. Иисус говорит, вы свет. Иисус говорит, мы соль. Иисус говорит, что это как женщина, Он это Царство Небесное, Он сравнивает с чем? С закваской, когда оно заквашивает абсолютно все, когда оно выходит за пределы нашей жизни. Понимаешь, не только ограничивается в нашей жизни. Это касается каждого аспекта нашей жизни, каждой области. Понимаешь, ну просто очень часто наша жизнь, она как эта клеточка, которую мы построим, мы выстроим ее. Мы в нее поместимся, мы сядем в нее и сидим, знаешь. Нам хорошо, нам здорово здесь, нам уютно, мы, знаешь, мы вот построили себе такой мир, нам удобно. Почему? Ну, я считаю, что мне такого образования достаточно. Я считаю, что, в принципе, у нас и так неплохие отношения в семье. Как я разговаривал с одним братом, я говорю, но Бог благословит и Бог сможет сделать еще лучше ваши отношения в семье. Он так посмотрел на меня, он говорит, да и так нормально. Знаешь, это такая некая посредственная жизнь. Обыденная такая жизнь, знаешь. Ну, нормально, в принципе, и так сойдет. Есть люди, у кого и похуже. Надо идти и проповедовать. Да не, я что-то, я зачем? Я не пойду. Домашняя группа, домашняя группа, она для того, чтобы умножаться, для того, чтобы достигать новых и новых людей. Достигать людей! Не, нам и так нормально. Нам и так хорошо. Мы здесь собрались своим обществом. Вообще мы пробовали достигать, но у нас что-то не получилось. Что это такое ограничение, такое мышление ограниченное во всех отношениях. Знаешь, создали такой небольшой мирок. И хорошо. А Господь говорит интересные слова. Он говорит в пятой главе, да? Он говорит, вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Но нам так удобнее очень часто бывает. Мы создаем некую атмосферу в своей жизни, и нам проще общаться в ней. Почему? Потому что вот, по крайней мере, здесь я все знаю. Я знаю, как себя вести здесь. Я знаю, как себя повести вот здесь. Этот мир мне знаком. Но есть что-то большее в этом мире. Знаешь, есть что-то лучшее. Когда мы с тобой смотрим Писание, мы можем видеть с тобой, что когда в Евангелии от Матфея, в 14 главе, ученики увидели Иисуса, идущего по морю, что сделал Петр? Петр сказал, пожалуйста, разреши мне, чтобы и я пошел к тебе. Понимаешь? То есть мы видим, мы видим Евангелие, которое, наоборот, ведет нас к тому, что мы можем сделать шаг за пределы. За пределы нашего мировосприятия. За пределы того, что мы умеем. За пределы какой-то нашей обыденности. И когда мы делаем шаг, да, может быть, неизведанное, но мы делаем этот шаг, доверяя Христу. Сегодня моя проповедь, это просто как призыв. Поймите, друзья мои, выйти из лодки. Выйти в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Выйти из них, шагнуть дальше. Посмотрите, друзья мои, Евангелие от Луки. Я хочу просто, чтобы мы посмотрели, друзья. Потому что так интересно, сколько различных моментов я слышу в отношении любых аспектов жизни. Знаешь, однажды, я не так давно здесь тоже с одним, с другим разговариваю. Один, второй, говорят одни и те же фразы. Говорит, я, говорит, не проповедую у себя там, где я есть. Потому что я, говорит, хочу, чтобы люди сначала увидели, как я живу, а потом спросили меня. Мы тут разговаривали с Никитой, он интересную вещь сказал. Говорит, есть, говорит, как-то закон правила лифта, да? Правила лифта, говорит. Если, говорит, ты в лифт не зашел, когда не поздоровался сразу, ты не поздороваешься до конца. Интересное, да, такое сравнение? И на самом деле, я это знаю на своем примере. Если зашел и что-то там, где-то или в телефоне, или в сумках, и все. И потом уже как-то, а что смысл здороваться, сейчас выходить уже. Поэтому я стараюсь сразу зайти, когда улыбнуться, сказать, здрасте. А потом сказать, всего хорошего, хорошего дня. Понимаешь? То же самое с Евангелием. Мы ждем иногда, мы ждем каких-то аспектов, мы говорим, ну, а зачем проповедовать Евангелие? Пусть люди увидят. Но да, но сначала мы говорим о том, что есть Христос в нашей жизни, о том, что есть Христос в нашем сердце. Почему? Потому что это соль, которая меняет жизни людей. Даже когда придут какие-то обстоятельства, даже когда придут какие-то ситуации, люди будут знать, у кого что спросить. Люди будут знать, кого попросить о том, чтобы за него молились. Понимаешь? Или как я рассказал в семье. А зачем? Нам и так все нормально. Понимаешь? То есть иногда, но Бог хочет большего. Скажи, Бог хочет большего. Для моей жизни. Аминь. Посмотрите, друзья мои, Евангелие от Луки, пятая глава. Я хочу прочитать вам. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Выйдя в одну лодку, войя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть. Несколько от берега. И сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. То есть он говорит, закиньте сети. Он говорит, хорошо, по слову твоему закину сеть. Закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. И дал знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Представляете, что он сделал? Да, я сегодня не хочу говорить о том, что Господь ему сказал, закиньте сети, а он закинул сеть. Вопрос послушания, не послушания. Я не хочу сегодня говорить об этом, я хочу сегодня сказать о другом. Если бы он не закинул сеть, он бы так бы никогда и не пережил чудо. Если бы кто-то не сделал шаг поехать на миссию, никогда бы не увидел чудо. Если бы кто-то не начал проповедовать человеку, и чтобы Бог коснулся его посредством его слова, он никогда бы не увидел бы чудо. Аминь. Он бы не смог увидеть этого чуда, не смог бы, чтобы в его жизни произошел какой-то переворот. На прошлой неделе я такой радостный был, что я видел такого вот радостного Евгения Волкова. Он такой рассказывает, на прошлой неделе на домашнюю группу к нам пришел мужчина, и он принял Христа. Такой радостный. Такой он пастор в Кировском районе. Я, говорит, наконец-то понял, как должна проходить домашняя группа. И такой радостный рассказывает, понимаешь? И он пришел потом на собрание. Понимаешь, то есть человек начал делать, увидел это, и пришла радость, пришло понимание. Почему я каждый раз говорю, начните, начните, давайте начнем что-то делать, давайте будем выходить за рамки обыденного. Ты никогда не давал десятину? Начни делать это. Почему? Потому что если ты не будешь делать это, ты не увидишь, как Бог заботится, и как Бог обеспечивает, и как Бог хранит. Ты не сможешь просто этого увидеть. Ты никогда не жертвовал, ты никогда не давал, ты считал, а, ну зачем, там и так много, и так это. Понимаешь? Что происходило? И ты не сможешь увидеть чудо. Я не смогу имплантировать тебе при всем моем желании, веру ту, которая у меня и есть тебе. Почему? Не попробуешь, не увидишь. Аминь. Не попробуешь, не увидишь. Петр закинул сеть, увидел чудо. Аминь. Он вышел из лодки, увидел чудо. Ребята наши, помните, кого мы провожали на миссионерское поле? Они уже, они пишут, они молодцы, они такие отчеты пишут, длинные такие. Сегодня утром они мне прислали ролик, я думаю, обязательно покажу его на собрании. Хотите посмотреть? Короткий. Да, конечно. Чуть позже. Сейчас приготовятся там пока вот ко всему, к ролику, и мы покажем. Но они сделали этот шаг, и они увидели, мы разговариваем с ними, они пишут такие постоянно отчеты, рассказывают о том, что происходило. У них массу каких-то ситуаций, происходит массу, но если бы они не сделали этот шаг, они бы не увидели работы Божьей через их жизнь. Друзья мои, я сегодня призываю каждого из вас, мы же готовимся, да? Показать. Я сегодня призываю каждого из нас, не ограничиваться этой клеткой, не ограничиваться вот этими стенами. Почему? Потому что у Бога есть что-то большее для нас. У Бога есть что-то лучшее. Вы никогда, посадив маленькую рыбку золотую, в маленький аквариум, вы никогда не увидите там большую рыбину. Но если есть большее аквариум, то тогда и есть больше рыба. Она больше растет. Понимаешь? Я был пацаном еще. Разводил, у меня был аквариум. И в аквариуме были рыбки, да не ареля. Я так запомнил это. Почему? Потому что потом я сидел, смотрел передачу, как она, клуб путешественников, да, или как она называлась раньше? В мире животных. О, молодцы, спасибо. В мире животных. Смотрю, и там показывают Дания Ариэля. Я глазам своим не верю, она такая здоровая. Я думаю, что-то не то видать. Я пошел к этому мужчине, который где, ну, у которого я покупал рыбки. Он говорит, приходи ко мне домой. Приходи, говорит, я тебе покажу. Я пришел к нему домой, а у него аквариум на тонну воды. И он показывает, и там такие Дания Ариэля плавают. Он говорит, похожи на тех, что показывали? Я говорю, ну да, там еще больше показывают. Он говорит, ну да, так они же в свободной воде живут, а здесь вишки. Он мне, думаю, какие-то вот такие плавают. Думаю, подкинул, обманул видать. У меня просто аквариум маленький, понимаешь? Аквариум маленький. Давайте мы включим с вами этот ролик, посмотрим. Это сегодня утром они прислали. Не стесняйся. Пусти длиннее веры твоей. Утверди поле твоей. Ибо ты распространишься направо и налево. И потомство твое завладеет народами. Мы сейчас находимся в Индии, в городе Калькутта. И мы совершим этот пророческий акт. Мы вобьем колу в знак того, что мы расширяем шатер наш. Вау! Снизу-низу-низу. Аллилуйя! Аллилуйя! Кто был в Ачинске на конференции? Кто помнит, какое название было у конференции? Аминь! Рашид Шатры! Коля! Представляете, Коля уже в Индии. Мы расширяемся, мы будем идти проповедовать, мы будем идти служить. Но если бы они не сделали этого шага, они бы не увидели этого чуда. Они бы не увидели этой работы и не было бы этого видя сейчас. Но мы с тобой увидели, кто-то сделал этот шаг не из-за того, что у него нечем заниматься, не из-за того, что у него денег куры не клюют, не из-за того, что, понимаешь, у него работы нету. Нет, но они сделали этот шаг. То же самое, как мы берем и делаем этот шаг в наших домашних группах. Мы проповедуем людям, которые окружают нас. Мы берем и приглашаем людей в церковь. Почему? Потому что Господь когда-то коснулся мою жизнь, а я же являюсь солью. Значит, я хочу, чтобы та жизнь Христова, которая есть во мне, чтобы она осолила Его. Та, то Евангелие, которое есть во мне, чтобы она осветила Его. Аминь. То есть для меня благословение. На этой неделе я ездил в Сокур. Евгений, встань. Вот они миссионеры, они выехали только вот в этом. Вот после этой миссионерской школы. Они сейчас только выехали. Они благословили дом свой, отдали его под церковь. Присаживайся, другой. Спасибо. Благословили. Они делают работу там, они проповедуют Евангелие, они служат там. Я просто хочу сегодня показать тебе, что есть возможность выйти из своей лодки. Есть возможность. Знаете, на днях мне пришел сын со школы, я готовился как раз к проповеди. Он пришел, Тимофей рассказал. Он говорит, нам показывали, говорит, на физике, говорит, блох в банке. Видели кто-нибудь этот опыт? А, видео просто посмотрели. Ну ладно, не уточняй, кому оно надо, сына? Знаешь, там и эксперимент провели немецкие ученые. Они высыпали блок в банку. И они так активно прыгали и выпрыгивали из банки, из этой литровой. Ее накрыли крышкой. Я не стал показывать это видео, потому что оно не очень приятное. Дома захотите, посмотрите. И их накрыли крышкой. Но через 20 минут открыли крышку. Уже никто не выпрыгивал никуда. Знаешь, как в анекдоте. Один собрался перейти границу. Идет, переходит, потихонечку ползет. Слышит такой пограничник, говорит, стой, кто идет? Уже, говорит, никто никуда не идет. Уже, говорит, никто никуда не выпрыгивает. Все, накрыли. Но парадокс весь даже не в этом, что они не выпрыгивали. Парадокс весь в другом. То, что даже их потомство никогда уже не выпрыгивало. Понимаешь? Даже их потомство никогда оттуда не выпрыгивало. Почему? Послание к евреям, 12 глава, 1 стих, он говорит, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Свергнем себя всякое бремя. Ты должен скинуть с себя эти ограничения. Поймите, друзья мои, даже если что-то ты делал, и это не получалось, сбрось это, оставь это, начни новую жизнь. Почему? Потому что Христос оставил небо ради тебя и меня, чтобы прийти сюда, чтобы ты и я, мы могли начать жить по-новому. На сегодняшний день, я сколько раз это говорил, если бы не Христос в моей жизни, меня бы давным-давно бы уже не было. Он дал мне этот шанс, он дал мне эту возможность. Почему? Потому что я так же могу быть солью для кого-то, я так же могу быть светом. Он говорит, свергнем себя всякое бремя. Свергнем, сделай вот так, вот так вот, скинь, сделай вот так. Скажи, свергнем себя. Понимаешь, когда ты берешь, когда ты свергаешь тот негативный опыт, который приходит в твою жизнь, те негативные обстоятельства, когда ты, может быть, хотел наладить взаимоотношения в семье, когда ты хотел наладить взаимоотношения с твоим сыном, с твоей дочерью, я хочу сказать тебе сегодня, не опускай своих рук. У Бога есть что-то большее. Он сказал, ты свет. Аминь. И свет этот, его не ставят вниз, его поднимают вверх. И он говорит, не может укрыться город наверху горы. Друзья мои, это не то, чтобы мы на сегодняшний день, мы говорим, мы свой, мы новый мир построим. Нет, мы строим Божий мир, мы выходим за пределы, за рамки этой обыденной жизни. Я не хочу жить теми ограничениями, которые кто-то выстраивает вокруг меня, которые кто-то говорит, это не работает, это не делает, это так не должно быть. Нет. Понимаешь, на сегодняшний день кто-то говорит, что молодежи в церкви неинтересно. Я не верю в это. Аминь. И я готов сражаться не только за своих детей, но и за твоих тоже. Аминь. Я готов, чтобы мы развивали это молодежное служение, чтобы мы развивали детское служение, чтобы мы развивали подростковое служение. У меня другой вопрос, вопрос в другом. Ты со мной? Аминь. Ты со мной, мы прилагаем усилия, мы проповедуем людям, мы прилагаем усилия для того, чтобы пригласить людей в церковь, для того, чтобы сделать молодежное служение более доступным, более свободным, для того, чтобы сделать детское служение более хорошим сегодня. Не только вот это служение, на котором мы находимся и нам удобно, а когда мы можем сделать все, когда мы можем сделать пасхальное служение хорошим служением, не просто, ну, кто-то там занимается, я приду, посмотрю, а когда мы все, как одна семья, кто-то занимается здесь, кто-то приглашает людей, кто-то участвует какими-то еще другими моментами для того, чтобы это служение, оно расширялось. Так интересно, друзья мои, я просмотрел, читал кучу этих моментов в отношении слонов, вы знаете, это мощное животное, одно из мощнейших животных, его используют везде, кругом, для строительства, его использовали в периоды для военных действий и так далее. То есть сегодня там его используют в Таиланде, во Вьетнаме, они там футбол играют, показывают какие-то там свои трюки или еще что-то, но это мощное животное. Но это животное ограничено лишь тем, в каждой стране просто по-разному. Допустим, в том же Таиланде там ему накидывают просто цепочку там или там веревочку на шею с детства, там во Вьетнаме, в других странах привязывают к ноге. То есть суть, разницы это не имеет, но просто суть в том, что когда слоненка привязывают маленького к дереву, и когда он пытается уйти от этого дерева, когда он пытается начать жить по-другому, он не может вырвать. И спустя некоторое время он свыкается с этой мыслью. Но сегодня, если вы где бы вы ни посмотрели, в цирке, здесь у нас в стране, за пределами нашей страны, это большое животное смиряется просто какой-то цепочкой на ногу или веревочкой на шею. И все, и он стоит, он никуда не двигается. Почему? Потому что кто-то ему построил эту клетку, кто-то выстроил для него эти рамки, кто-то выстроил для него это ограничение. Но хуже всего в другом. Хуже всего, что когда мы сами себе выстраиваем эти рамки. Когда мы сами выстраиваем себе ограничения, когда мы останавливаемся на чем-то. Друзья мои, я хочу прочитать вам одну историю, я хочу, чтобы мы посмотрели. У нас сегодня также еще с вами святое причастие, нам необходимо, чтобы у нас было время с вами. Посмотрите, друзья мои, во втором послании Коринфянам, в третьей главе, апостол Павел говорит, я прочитаю просто один стих, он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале взираем на славу Господню, преображая в тот же, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Скажи вместе со мной, скажи от славы в славу. От славы в славу. О чем это говорит, когда он говорит от славы в славу? Это говорит о том, что шаг за шагом я не соглашаюсь оставаться в тех обстоятельствах, в которые я нахожусь. Я не соглашаюсь в этом находиться. Вот почему Наталья, допустим, когда вы слышите, моя супруга, когда она ведет прославление, когда она и говорит там и о хоккее, там и еще о каких-то моментах. Почему она это делает? Ради для того, чтобы просто кто-то создал шум какой-то здесь. Или еще с кем-то там посоревноваться, с каким-нибудь хоккейным клубом или с болельщиками. Да нет, Боже упаси, друзья. Почему? Потому что это хвала, это то, что разрушает ограничения в нашей жизни. Аминь. Поэтому, когда мы приходим в церковь и мы славим Господа, мы поклоняемся Ему. Можно, Наталья, поможешь мне вот так вот делать? Понимаешь, когда ты не готов смиряться с этим. Понимаешь? Постыра, домашний групп, я обращаюсь к вам сегодня. Когда вы не готовы смиряться с этим. Что домашняя группа на протяжении даже года, а если больше, остается в одном и том же состоянии. Посмотрите налево-направо. Великое поручение гласит о том, что и так идите. И скажи, и так идите. Это постоянный процесс. Идите, научите крестя. Это постоянный процесс. Посмотрите, не соглашайтесь с этим. А может быть мы домашняя группа, которая и призвана умереть вместе. Смешно, да? Нет. Ну, мы пробовали. Да нет. Когда мы пробуем, понимаешь, не все получается с первого раза. Не все происходит с первого раза. Эта лампочка, которыми мы пользуемся сегодня, не заработала с первого раза. Прошло около двухсот опытов. Прежде чем мы с тобой смогли пользоваться этим светом. Понимаешь? Это жизнь, которая не подлежит ограничениям, когда ты пробуешь раз за разом. Великое поручение, оно большое. Понимаешь? 16 глава, Деяния, 20 стих. Дрелья их к воеводам, сказал. Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не дадут. Нам не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав терничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники. 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 Понимаешь? Есть разные ситуации, есть разные обстоятельства, есть ситуации, когда кто-то нас пытается поместить в какие-то ограничения. Но самое худшее, то, о чем я уже говорил сегодня, это когда мы помещаем себя в эти рамки. Когда мы говорим, этого и достаточно, этого хватает. Я не знаю, может быть, я кому-то говорю сегодня в отношении бизнеса, в отношении воспитания детей. Но я знаю, что у Бога есть что-то большее. У Бога есть возможность рыбы. Рыбы, которые плавают много, ему просто надо, чтобы мы закинули сети, чтобы мы вышли из лодки. Христос, Он оставил все. Он оставил привычное, удобное, для того, чтобы спасти тебя и меня. Но посмотрите, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и узы всех ослабели. Это тогда, когда ты берешь и ты поклоняешься своему Господу. Когда ты говоришь, я не готов смиряться с этим. Я не готов оставаться на этом уровне, в этом состоянии. Я не готов. У Бога есть что-то большее. Если за несколько лет еще люди, которые окружают меня, они даже не знают о том, что я христианин. Я не готов так жить. Я хочу, Господь. Я хочу поклоняться Тебе, чтобы эти цепи рухнули, чтобы это было сокрушено. Понимаешь? Они сделали это, даже несмотря, что кто-то их пытался посадить в эту темницу. Они не согласились с этим. Они отказались. Или когда-то мы в своих обстоятельствах, мы просто смиряемся с чем-то. Мы говорим, ну в принципе, ну а почему нет? Нет, у меня сегодня вызов к Тебе. Начни поклоняться Господу. Начни славить Его. Начни делать что-то. Начни, не соглашайся с этим. Если тебе нужно чудо в материальной сфере, возьми, пожертвуй кому-то. Если есть кто-то, кто обижает тебя, иди, подари подарок ему. Сделай что-то физическое. Сделай, не соглашайся. Сотряси это, чтобы это было разрушено. Откажись жить обыденной жизнью. Сегодня мы с тобой будем принимать вечерю. И это как возможность отказа. Это как возможность начать новую жизнь во Христе. Новую жизнь со Христом. То час. Отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившийся. И увидев, что двери темницы отворены. Извлек меч. И так далее. Он хотел себя убить. Но благодаря этому, поймите, из-за того, что они сотрясали эти стены. Чем? Хвалой. Молитвой. Они начали что-то делать. Они начали, они отказались находиться в этом состоянии. Аминь. Когда может быть для тебя проповедовать, или там приглашать людей в церковь, или заявлять, говорить об Евангелии. Для тебя это вообще ниже твоего достоинства. Возьми и сделай шаг. Возьми и выйди из этой лодки. Аминь. Чтобы сделать шаг. Те герои веры, о которых мы читали, читаем с вами, в Библии. О которых мы слышим часто в проповедях. О тех миссионерах, которые поехали куда-то. Которые начали делать что-то. Они сотрясали эти двери. Они сотрясали эти темницы. И мы сегодня, вау, как классно. Кто-то сделал. Кто-то сделал этот шаг. Поверь, ты тоже можешь. Ты можешь. Аминь. В их жизни произошло чудо. Они увидели руку Божью. Они увидели водительство. Они увидели ответы Божьи. Более того, как в этой истории. Что произошло? Темничный страж. Его семья. Все, кто там были. Охранники, узники. Они принимают Христа, как своего Господа и Спасителя. Представляешь, что из этот шаг из обыденного. Он не только ломает ограничения в твоей жизни. Но он и приносит евангельскую весть спасения в жизни других людей. Которые ограничивают. Аминь. Поэтому моя весть сегодня, мое послание сегодня. Иисус умер не зря. Иисус умер не зря. Аминь. Он спас каждого из нас. Он открыл двери этой темницы. Он дал нам эту способность быть солью. Быть светом. Аминь. Город, говорит, на вершине горы. Можно попросить? Понимаешь? Можно попросить? Понимаешь? Понимаешь? Это гора. Это просто гора каких-то наших обстоятельств. Каких-то наших ситуаций. А что он говорит? Посмотри, друзья мои. Посмотрите. Что он говорит? А ничего, упаду. Все запомнят. И расстраиваются. Посмотри. Посмотри. Он говорит, город на вершине горы. Это тогда, когда ты берешь. Это тогда, когда ты встаешь над этими обстоятельствами. Аминь. Это тогда, когда ты становишься над ними. Не в них в этой горе. А тогда, когда ты поднимаешься над ними. Понимаешь? И это цель Божья. Он хочет, чтобы ты поднялся. Не ты жил под горой. Норку сделав себе. А чтобы мы поднялись. Он говорит, город на вершине горы. Не может он спрятаться. Понимаешь? Это тогда, когда ты поднимаешься. И поверь, вид отсюда абсолютно. Вид в жизни абсолютно другой. Давай дадим славу Господу. Давай еще больше дадим славы. А теперь давай встанем и потрясем двери. Потрясем на самом деле эти стены, этой темницы. Знаешь? И сколько ты со мной будешь общаться, даст Бог. Столько я буду давать все равно вызов для того, чтобы мы шли дальше. Я не хочу, чтобы мы успокоились на том, что есть. Я не хочу, чтобы мы успокоились. Здесь есть классная возможность собираться в ДК Чекалова. Здесь все хорошо. Есть классная возможность. У нас и так достаточно реабилитационных центров. Шесть центров, в принципе. Все хорошо. Нет. Есть множество людей, которые нуждаются в спасении. Множество людей. На сегодняшний день у нас в социальном центре только около сорока человек на сегодняшний день на реабилитации. Можно сказать, о, классно, супер, сорок человек, хорошо. Ну, у нас на сегодняшний день, друзья мои, только на свалках, на наших городских свалках около сорока тысяч народу живет. Живут с этих свалок. То есть работы непочатый край. И это касается каждого вопроса нашей семьи, наших обстоятельств. Это касается, когда мы сотрясаем, когда мы трясем это, когда мы не готовы, когда мы поклоняемся нашему Господу и когда мы делаем шаги. Аминь. Когда мы делаем шаги. Когда мы делаем шаги. Ты, может быть, куришь в тихушку, а все думают, о, ты святой, ты классный, молодец, здорово. Приди к кому-то, своему другу и скажи знакомому в церкви. Скажи, не могу больше, молись за меня. Молись со мной, я же не такой, как я есть. Брось вызов этому. Аминь. Не останавливайся, никто не видит, никто не знает, никто не это. Прославление, не стойте в очередь, приходите. Приходите, приходите. Аминь. Когда мы потрясаем. Аллелуйя. Поэтому, друзья мои, я верю, что Бог, Он может совершить это в нашей жизни. Если Он сказал, что высвет мира, не может укрыться город. Аминь. Стоящий на вершине горы. Не может Он укрыться. Не можешь ты спрятаться в каких-то своих хороших и добрых делах. Только. Ожидая, что люди увидят и зададут тебе сами вопрос. Но когда ты на сегодняшний день, когда ты можешь сказать, когда ты можешь сказать открытым текстом, что ты не пьешь не из-за того, что ты за рулем. А из-за того, что ты христианин. Аминь. Когда ты можешь говорить открытым текстом, когда ты можешь быть светом, быть солью везде, где ты есть. Аминь. Аллелуйя. Давайте мы просто возьмем это время. Мы поклонимся нашему Господу. И после этого мы примем вечерю. Так, как говорит об этом Писание. Аминь. Около полуночи Павел и Сила. Да, сейчас не полуночи, сейчас полдня. Просто их в тот момент их закрыли. Он говорит, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Пусть люди слышат тебя. Аминь. Пусть люди слышат Евангелие. Аминь. Через твои уста. Аллелуйя. Слава Господу. Да, конечно. Не, 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 только... Хорошо? Давай. А то он хотел насыдаться. Давайте возьмем просто время. Давайте потрясем это. Я еще раз повторюсь. Он говорит, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех. Это тогда, когда ты не соглашаешься жить с тем, где ты живешь и как ты находишься. Аминь. Я не соглашаюсь с этим. Я верю, что у Бога есть большее. Аминь. Слава Господу. Аллелуйя. Аллелуйя. Боже, мы славимся. Мы потрясаем сейчас духовные чеченицы. Как проопы. Боже, ты сказал, что мы город наверху горы. Аллелуйя. Аминь. Аллелуйя. Я верю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!